Тем временем в Северной Венеции началась генеральная уборка рек и каналов. С какой акватории решили начать? Какие реки считаются самыми замусоренными? И как будут бороться с огромными водорослями, знает наша коллега Екатерина Скребцова. Катя, доброе утро! Доброе утро, Санкт-Петербург! Весь город готовится к летнему сезону и, конечно же, не обошли стороной реки и каналы. Это визитная карточка нашего города. Как готовят акваторию Санкт-Петербурга к летнему сезону, расскажет Михаил Страхов, заместитель председателя Комитета по природопользованию. Михаил, здравствуйте! Здравствуйте! В этом году уборка рек и каналов начали 16 апреля и планируют очищать 346 водных объектов. Масштабы впечатляющие. Расскажите, что за технику планируете использовать для этих целей? Мы выполняем целый комплекс работ. То, что касается уборки водных акваторий от наплавных загрязнений и мусора, используются так называемые суда типа КС. Мусор занимается кошением водной растительности. Помимо этого у нас есть специализированные дно-очерпательные машины, суда, нефтесборщики и даже ледокол Невская застава. Мы в постоянном режиме занимаемся обновлением парка нашей предохранной техники в прошлом году. Закупили пять судов. Хотелось бы и дальше заниматься ее модернизацией, потому что водных объектов очень много, работы много. Реку Фонтанку, на берегу которой мы находимся, убирают восемь раз в месяц. Есть какой-то рейтинг, какие реки приходится убирать чаще, какие реже и вообще чем это обусловлено? Все зависит от так называемой рекреационной нагрузки. Чем больше людей отдыхает около водного объекта, чем большей популярностью пользуется водный объект, понятно, что чем больше на него антропогенное воздействие, и тем больше его нужно убирать в постоянном режиме, поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому именно центральные реки и каналы Санкт-Петербурга, а также водоемы, которые расположены в исторических парках, они убираются максимально часто. Максимально часто, как вы сказали, это справедливое отношение реки Фонтанки до восьми раз в месяц. Реки нужно очищать, конечно же, не только от мусора, который туда попадает, но и, например, от водорослей. Для того, чтобы река не цвела, была прозрачной, красивой, визуально как-то приемлемой. А есть ли какие-то технологии, как вы боретесь с растительностью, например? Мы запустили действительно достаточно инновационный эксперимент. Здесь Санкт-Петербург у нас впереди в определенной степени идет. Мы выбрали четыре метода противодействия развитию так называемых синезеленных водорослей, которые вызывают вот это цветение воды. Испытываем их на различных водных объектах Санкт-Петербурга. И рассчитываем выбрать метод, который работает именно в наших условиях Санкт-Петербурга. А дальше его уже применять, масштабировать для других водных объектов. Ну и что-то сделать с этим цветением воды, который у нас в последнее время интенсифицируется, что связано с теми климатическими изменениями, которые действительно происходят. Спасибо, Михаил. Ну что, летний сезон уже совсем скоро. Мы сможем наблюдать за тем, как наш город расцветает в солнечных лучах. И будем надеяться, что акватория Санкт-Петербурга останется такой же чистой, как она есть и сейчас, в преддверии летнего сезона. Ну а это уже в наших с вами руках. Спасибо Кате.